Светочка, как вообще температура? Я знаю, что ты чувствительный, и в холодной воде меньше, чем 26 градусов Цельсия не плаваешь. Говорят, что до 30, но вот если в воде, то ничего. А если вот вылезти из воды, то уже сейчас ничего, но пока я тебя снимала. А мне кажется, ты вот пока в воде не так ничего, когда выходишь, совсем даже ничего. Да, гляд, ну хорошо. Да что же ты так-то, это кадры? Это же искусство. Я не ожидал, что даже в воде снимаю. Ну что, Свет, замерзли мы в бассейне на 30 градусов. Почему джакузьку-то потянуло, почему? Ну ты знаешь, что, выходить было холодно на улицу. Все-таки ночью уже не дворец, сейчас уже сколько времени? Часов к 7. Уже солнышко садится. Наверное, днем-то было не так холодно. Но здесь вполне себе тепло и хорошо, и бульки. Хорошо, Свет, в гостях. Я думал, мы как-то культурно побежим в одно место, побежим в другое. Нет, мы будем культурно расслабляться. Но завтра, может быть, побежим, а сегодня уже так. Не будем бежать. Бежать не будем. Мы среди пальм, друзья, среди тропической растительности, скоро будем жарить шашлык. Вот это растение, друзья, по-английски называется боксвуд. А по-русски мы его называем самшит. И есть такая версия, что завез его в Российскую империю купец, русский, естественно, купец, который в Англии заприметил вот это растение и спрашивает у продавца, а что это? Тот ему говорит, самшит. Вот. И так оно вот, а ему понравилось, он привез и вот с тех пор так его и называют. Вы видите, друзья, шашлычок готов к бою. Это бараньи. Свинной мы уже поставили. Свинной уже пошел вперед. Свинина немножко дольше готовится, поэтому ее поставили первой. Могу сказать, что свинина в желудке обрабатывается сильно долго, там, часов шесть. Это лайм или лимон? Это лимон просто новый сезон идет. Маленький. Они еще не созрели. А вот кое-что есть. Большие желтенькие лимоны. Вот такой это уже почти спелый, можно сказать. Вот там я вижу, да, вот такие желтые. Так вы их собираете хоть или как они? Следующие это лайм. Да. Объясни. Ну да, но это мы уже... Пощипали желтенькие. Объясни, как туда забираться-то или что, вы ждете, что оно упадет оттуда? Мы, если не упало ничего, то мы срываем. А если упал, то тут же его подбираем. А дотянетесь? Тут все-таки, мне кажется, высоко. Да, ну. Добро какое-то пропадает. Да, друзья, зло не пропадет, друзья. Только добро пропадает. А следующее дерево за ним это лайм. А вот то дерево сзади. Вот то. Лайм. Это только для посидеть, так сказать, у огонька. Вот видите, там дровишки. Откуда вот такие ручки богатые, можно сказать? Ростов-на-Дону. Это made in Rostov. Дон. Это на мой юбилей привез мой друг из Ростова. Это для птичек калибри, друзья. Они прилетают, и там подслащенная водичка. Они вот ее отсюда своими носиками подпевают. Неумолимы, неумолимы, друзья, процессы шашлыкования. Это не очень. Да. Вот. Вы видите, как оно. Надо крутить. Слушай, пора крутить. Оно где-то подгорает. Да, 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 да. Миша, вот ты, слушай, ты вон нам пришел. Друзья, для свинины лук с чем? С зеленью какой-то? С зеленью петрушка, кинза. Понял. Перчик, немножко уксуса и соль. Накидаем туда мясо и будем его взбалтывать. Да, будем его перемешивать. Вот такой большой лук. Перемешивать, хорошо. А тут вот ничего нет? А тут ничего нет, это для баранины. Баранина не нуждается. Не нуждается. А у нее свой флэйвор, я думаю, что мы какой-то соус к ней добавим. Света там делает. Странное слово флэйвор, на русский переведите. Запах, привкус, привкус. Друзья, это фиги. Не то, что вы знаете, фиг вам, да? Это фиги, таки да, фиги. Они же инжир. Оль, давай съедим. Правда? Нам разрешили. А вот это зеленые фиги. Они тоже уже созрели мягкие. А покажи, покажи зеленые. А я даже зеленые люблю больше фиги. Слушай, как интересно. Да. Ну, давай ее сюда. Давай сорвем. Срывай. Ну, да, я ее. Ага. Ммм. О, я так не могу. Погоди, я же снимаю. Друзья. Друзья, это зеленая фига. Вкусно? Таки да. Так, ну-ка, давай. Зеленая фига, пошла. Хорошо. Вкусно, Миша, как? С красненьким, хорошо. Давай, знаешь что? Чтобы не разочаровывать нашего зрителя, пойдем черную съедим. Давай. Так. Да, держи камеру. Давай. Так, ты будешь оператор. Давай. Значит, так, держим прямо, идем сюда. Вот у нас будет, вот, смотри, вот у нас фига. Не-не, это не очень созрело, вон наверху. Вот это. Ага. А лучше даже мягкое. Ты знаешь, она мягкая. Ой! Она очень легко отошла, друзья, очень легко. Конечно, надо было бы ее, может быть, помыть, но ладно. Она из дерева. Продезинфицирована. С дерева, она прямо с нее, знаешь... Ничего не надо это делать. Течет. Не надо. Она очень вкусная. Не надо. На меня, показывай, рука выше поднимая. Оля небольшого роста. Она так, естественно, для себя снимает. М-м-м-м-м-м. Вкусно. Фиги-финики. Срывают. Да. Но это не чужой сад, это у наших друзей. Друзья, ужин у нас сегодня припозднился. Но аппетит от этого меньше не стал. Друзья, это рыба по-прорабски. Да. Рыба просто супер. Это... Что за порода? Это траву. А по-русски говоря... А как по-русски траву? Форель. Форель. Форель, да. Значит, это... Бывает форели двух видов. Беленькая и красненькая. Это беленькая форель. Значит, очень просто готовится. Ее просто моешь. Она не имеет шкурки, не имеет чешуи. Чешуи. Шкурка есть, чешуи нет? Да. Шкурка есть. Ее просто промываешь. Сыпешь вовнутрь в пузико сольку обыкновенной такой, типа крупненькой. И ставишь талантливый в холодильник. Утром подымаешь, обтираешь талантливой и коптишь 45 минут с двух сторон. Вот это в итоге продукт. Деликатес. Моя знакомая, есть такая певица Жанна Шпиц. Ее мама говорит, что это оргазм на тарелке. Это правда. Это правда. Видите, видимо, мама поэт. А вот это тоже оргазм на тарелке. Поэтому, ребята, возьму кусочки. Да, так. Друзья, это продукт Светланы. Светочка, охарактеризуй. Значит, сначала это были квашеные всякие зеленые листья. Ферментированные. Ферментированные. Ну, а сейчас, поскольку у нас в гостей много, я добавила свежей капусты, налила, видишь, рассол. Вот там рассол. Так, есть рассол. Добавила соль немножко и лимонного сока. И даже если этот салат, допустим, не съедят сегодня, допустим, в чем я сомневаюсь сильно, под такой закусом, то тогда он может поставить спокойно на аккаунте до завтра и будет заферментирован. Друзья, я на тарелке вот беру этот самый кусочек. А давай мы сейчас порежем. Стоп, 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 стоп. Очень вкусно. Очень, очень вкусно. Теперь смотрим сюда. Этот торт является селедкой под шубой. Я правильно говорю? Да. Значит, Боря, пару слов о ресурсуре. У Бори вообще удивительные эти селедки под шубой. В чем секрет, Боря? Говорят, не жалейте заварки, там, когда чай. Не жалейте селедки. Не жалейте селедки. Самое главное, не жалейте селедки. Но чем-то еще можно же... Ничего, все остальное. Ну тут у каждого человека своими. А тебе предупредили, что... Ну, друзья, это божественная вещь. Ребята, это самое... Это можно на балу во дворце подавать. Кому зелено? И никакая золушка не... Никакая золушка не будет прийти. Какой русский, друзья, не любит быстрой езды? Какой еврейка не любит шашлык из свинины? Пронесу по всем кругам, прогурущу. А потом тебя назад отпущу. Значит, я поскольку худел, а там люди смотрят, они видят, что человек теряет вес, и они начинают сочувствовать. Они жалеют, они говорят, Боже, что с тобой случилось? Не заболел ли? Толь. Там еще что-то такое. Дай Мишу и гитару. Я знаю, я подстрою тут. И вот, значит, да, я как ответ такой, не то что ответ, а по мотивам их переживаний, это я еще... Ты сочинил песню? Сочинил песню. Я еще в джим не ходил. Я еще воздух, она все время расстроена. Я сейчас повеселее стал, а тогда я такой мрачноватый был на этой почве. Вот, у меня тут есть, значит, такая вещица. Сегодня ты покушал хорошо. Да, я пошел, а весело. Ваш веселый блогер нынче загрустил, Ваш веселый блогер нос свой опустил, К жизни потерял он всякий интерес. Лучше б не терял он свой излишний вес. Мишаня, где твоя улыбка? Где твой анекдот? Золотая рыбка грустным не плывет. На крючок не рвется к мрачным фраерам. Что ж тебе не имется? Это ж стыд и срам, Мишаня. Ты же был счастливый, рожа как арбуз. Ум твой был пытливый и в делах не трус. А еврейский юмор, это ж, боже мой, Ты ж еще не умер. Правда, что с тобой, Мишаня? Где твоя улыбка? Где твой анекдот? Золотая рыбка грустным не плывет. На крючок не рвется к мрачным фраерам. Что ж тебе не имется? Это ж стыд и срам, Мишаня. Где ж твоя харизма? Молодым пример. Ты же из коммунизма, из СССР. Что подумать может мыслящий народ? С исхудавшей рожей блогер не живет. Типа, Мишаня, где твоя улыбка? Где твой анекдот? Золотая рыбка грустным не плывет. Ничего не светит мрачным пацанам. Прислушайся к свете и возвращайся к нам, Мишаня. Блин! Ну что, друзья, подмигивает нам ночной бассейн разными цветами. И мы отправляемся спать. А может быть я сейчас видео сначала сделаю. В общем, прощаемся с вами до завтра. Завтра у нас опенхаузы, хорошие красивые места, озера и так далее.